Привет всем, друзья! Вы на канале Кьюк. С вами Андрей. И сегодня мы говорим с вами про P40 Pro от компании Huawei. Причем этот телефон мне попал в руки на самом деле раньше. Причем даже раньше, чем, по-моему, стартовали продажи. Показали о нем в конце марта. Начали продажи в апреле. И вот как раз примерно тогда он мне попал в руки. Еще вот карантин только-только начинался. Но по факту, когда я потестировал его, пофотографировал, поснимал видео, скинул снимки на компьютер, я такой смотрю и думаю, на что я фотографировал? На P40 Pro за 80 тысяч рублей на старте? Или я фотографировал, прости, Xiaomi какой-нибудь за 10 тысяч рублей? Ну, за 15. Я подождал пару недель, камеру потянули в прошивке. И сейчас я вам уже про этот смартфон готов рассказать все остальное. Потому что ни одной камеры един смартфон. Здесь есть еще к чему придраться. И есть что похвалить. Очень есть прикольные и классные штуки. Поэтому сейчас про все вам расскажу. Посмотрите, сколько этот смартфон стоит в магазине Kewk.ru. Ссылочка есть под видео. Посмотрите, сколько стоят его, например, конкуренты от Samsung, от OnePlus. В том числе ссылки тоже будут под видео. Ну, а выводы, как обычно, в конце. Поехали! Первый человек, хочу начать ни с внешнего вида, ни с чего-то. По традиции, к сожалению, в последних Huawei надо начинать с Google сервиса. Потому что некоторое время назад компания Huawei получила бан от компании США на использование своих технологий. В частности, запрет на использование технологий компании Google. Google сервисы. Huawei теперь может использовать Android. Он может его обновлять самостоятельно, вручную. Но использовать Google сервисы, а это доступ к YouTube, это Gmail, Google Pay, опять же, Google Play, магазин приложений Google, нельзя. Сразу скажу, что пользоваться им, даже без Google сервисов, как смартфоном, вполне комфортно. Он умеет звонить, он умеет снимать, он умеет все то же самое, что имел смартфон бы и с Google сервисами. Более того, полтора миллиарда китайцев живут без Google сервисов как-то и живут. Здесь же мы имеем смартфон в России уже без Google сервисов, но есть заменители. Например, в магазин приложений есть AppGallery, в компании Huawei, в котором есть также ВКонтакте, Сбербанке, Инстаграмы, разные другие приложения. И практически все приложения, 95% на приложении здесь точно есть. Каких нету, можно скачать на, допустим, PUBG Mobile или Telegram. Скачиваете файлик на сайте, просто на сайте этого приложения. В том числе он предлагает его скачать самостоятельно. Когда вводите в поиски в AppGallery, он выкидывает вас на сайт, скачиваете файлик, устанавливаете, все работает. С этим проблем нет. Более того, можно воспользоваться другими магазинами приложений. Apptoid, например, или Aurora Store. Есть, конечно, самый беспроблемный вариант. Это или дать разбирающимся человеку, или отнести CoinService Center, дать им денежек. И они поставят Google сервисы на этот телефон, и все будет работать. Но вот после этого уже можно говорить про сам телефон. Что касается внешнего вида, тут у меня к смартфону с одной стороны нет вопроса, потому что он очень хорошо собран и, как по мне, очень хорошо выглядит. Стекло сзади, стекло спереди. Присутствует защита от VDM по стандарту IP68. Защиты от падений, к сожалению, нет, как и разъемы под наушники, хотя толщина позволяла. Зато есть поддержка супербыстрой зарядки от компании Huawei через USB Type-C. Есть единственный динамик. Стерео здесь не поставили. Голосовой динамик находится под экраном не в верхней части самого смартфона, поэтому стерео и не реализовали. Есть поддержка двух сим-карт или одну симку можно поменять на карту памяти формата специальную Nano SD. Только Huawei их производит пока что. И, правда, в стройной памяти 256 габайт. Мне кажется, этого хватит. И сверху инфракрасный порт для управления различной техникой присутствует. В остальном все стандартно. Кнопки включения, качельки громкости. Блок камеры огромный. Выступает над корпусом, причем, поэтому, конечно, лучше здесь сразу смартфон использовать с чехлом. И цвет, ну, черный. Черный, конечно, скучноват, как по мне. Вот по экрану, по лицевой стороне, в принципе, вот тут могут быть вопросы. Сам по себе экран хорош. 6,6 дюйма. AMOLED дисплей. Разрешение, правда, только в Full HD. Поддерживает экран в том числе и частоту развертки 90 Гц. И лучше включить, потому что сильно на автономности это не сказывается в плохую сторону. Но картинка выглядит более плавной. Конечно, с лицевой стороны смартфон очень сильно. Ну, очень сильно, как ни крути, портит камера. Огромная блямба. Да, ее можно спрятать в настройках. Как бы я, например, не хочу какую-то сверху черную полосу видеть. При том, что экран скруглен как по бокам, так и сверху. Выглядит вот сейчас это здорово, но не было бы вот этой вот выреза огромного. Было бы еще лучше. Хотя со временем, со временем привыкаешь ко всему. Но здесь, по сути, к этому тоже привыкаешь, конечно, со временем перестаешь замечать. Экран скруглен действительно во всем сторонам. Так называемый водопад. И если вот снизу это еще не сильно заметно, потому что картинка, по сути, идет до первого скругления, то по бокам традиционные минусы скругленного дисплея выглядят с одной стороны эффектно, но под углами сразу видно искажение цветов на этих изгибах. И если немножко вот так вот смартфон отвернуть, то видно, что пересвечены вот эти вот самые углы. Честно говоря, это, конечно, придирки, но, как мне кажется, лучше было бы просто красивый плоский дисплей и минимальные рамки. Вопросов было бы намного меньше, тем более, что при таком экране его замена в случае падения практически гарантирована и стоит очень дорого. Сам дисплей, да, AMOLED, при этом можно здесь, как уже сказал, поменять частоту развертки 60 Гц или 90. Есть поддержка, в том числе, темной темы, есть возможность управлять с твоей температурой, включить в смартфоне управление жестами или виртуальными кнопками. Здесь вопросов особых нету, здесь все стандартненько. Хотя удивительно видеть, что здесь смартфон не QHD. Ну, в принципе, как по мне, для такой диагонали и Full HD нормально, но, как бы, для многих, опять же, отсутствие QHD это минус. Вот что касается производительности, это один из главных плюсов Huawei P40 Pro. Причем я не говорю здесь про наличие 5G, которое здесь есть, которое, честно говоря, в России не актуально будет еще какое-то время. И, кстати, в настройках даже можно это включить отдельной кнопочкой 5G, которая сейчас, конечно, не работает. Но, допустим, кто купит этот смартфон сейчас, через, там, года два у нас в России запустится 5G, и вот сможете этим пользоваться. Сам процессор при этом это Kirin 990, 8 габит оперативной памяти, и это очень-очень мощный, классный, быстрый процессор. Также Snapdragon 865 мы знаем, что склонен к троттлингу, под высокими нагрузками он начинает греться и сбрасывать частоту, чтобы не так сильно греться, но все равно очень показывает хорошие результаты в тех же самых игрушках, на высоких настройках, проседаний FPS у Snapdragon 865 нет. Kirin 990 после, там, не знаю, получаса, часа игр, самые высокие настройки, показывает высокую частоту кадров, но при этом еще и не тропит. Он не греется практически. Производительность у Huawei P40 Pro очень-очень классная, все открывается просто мгновенно, оболочка здесь нисколько не тормозит, быстро грузятся и все приложения, да и перегружки, я уже сказал. Поэтому вот за производительность в Huawei P40 Pro точно я бы не переживал. Автономность, вот цифра батарейки здесь достаточно средняя, 4200 мА. Правда, AMOLED дисплей, хороший процессор, как следствие, смартфон не быстро разряжается, где-то к концу дня у меня оставалось процентов 30 заряда, в 90 Гц смартфон разряжается чуть-чуть быстрее, но, честно говоря, это на уровне погрешности, там процентов 5 может быть. При этом надо отметить, что Huawei P40 Pro по умолчанию из коробки и в самой коробке уже имеет фирменную зарядку от компании Huawei, Super Charge, и с нуля до 100% смартфон заряжается за 40 минут. За 10 минут смартфон заряжается на 25%. В принципе, необходимость в большом аккумуляторе при таких темпах зарядки, мне кажется, в принципе нет. Хотя здесь надо, конечно, отметить, что заряжается именно с комплектным зарядником, ну или, допустим, если купите такой же зарядник, то, конечно, такие же будут скорости. Есть поддержка еще беспородной зарядки, причем быстрый беспородной зарядки. И камера. Вот здесь, конечно, много пик можно сломать, потому что, как уже сказал, в начале у меня были странные впечатления от них. Селфи-камера 32 Мп и датчик глубины, как я уже сказал, и селфи-камера, как мне кажется, вот здесь, в этих смартфонах, уже флагманских последних, от Huawei, от Samsung, это, наверное, вершина того, что нужно от селфи-камеры, потому что она умеет писать видео в 4К. У нее есть стабилизация, она просто делает очень классные снимки, и, ну, у нее все очень хорошо. Вот вопросов нет никаких. А вот основная камера здесь, конечно, стоит внимания, потому что, как раз именно камерой Huawei, очень здорово поднялся в последнее время. Один из датчиков, это датчик как раз глубины. Основная камера, в данном случае, представлена модулем на 50 Мп, и имеет самую большую матрицу в данный момент в смартфонах, которая, в принципе, может быть по площади. В теории это дает больше света на саму камеру, которую он поглощает, и в теории дает более детализированные снимки в плохом освещении. Вторая камера, это ультраширкугольная камера на 40 Мп, и третья камера, потому что четвертая, я уже сказал, это, по сути, датчик глубины скорее. Четвертая камера, это уже 12-мегапиксельный телевик, так называемый, с пятикратным оптическим приближением и оптической стабилизацией. Оптической стабилизацией, кстати, обладает, в том числе, и основная камера. Я не знаю, что там тестировал портал DXOMark, но P40 Pro снимал отвратительно на старте. Сейчас он снимает что в авторежиме, что в ручном режиме, куча возможных запытных настроек. Хорошо. Не идеально, но очень-очень хорошо и намного лучше, чем то, что я видел изначально. Поэтому есть надежда, что действительно Huawei с Ляйкой совместно, те, кто разработали эту камеру, по сути, выжмет максимум из этого смартфона и можно будет однозначно сказать, что вот, наконец-то, Huawei P40 Pro это дополнительный шажочек вперед. Хотя, возможно, пока что это будет рановато и можно будет сказать, что Huawei P40 Pro имеет самую большую матрицу в смартфонах, но пока что пользоваться этим не научились. Посмотрим. Но пока что P40 Pro хорош, но не идеален. По части фото смартфон делает хорошие снимки, мне нравится. На самом деле, отличительная черта вот многих все-таки флагманов. Достаешь, фотографируешь, получается сразу контрастное, красивое, хорошие контуры, прям вот, хоть сразу в Инстаграм какой-нибудь грузи. Здесь как бы уже к этому приближается. Отдельно выделю видео возможности смартфона, потому что это еще, кстати, Honor View 30 Pro проявилось. Это младший брат этого смартфона, который при этом дешевле, в два раза еще. Но смартфон меня тогда убил качеством снимки, потому что он умел оптическую стабилизацию даже в 4К 60 кадров в секунду. P40 Pro тоже это умеет, то есть он снимает хорошее видео. Мне очень понравилось качество видеосъемки как в Full HD, так и в 4К. В принципе, с наличной стабилизацией не вижу смысла снимать в Full HD. Но сейчас уже в 2020 году это факт. Кроме того, куча дополнительных плюшечек, которые анонсировали Huawei и пока что то ли реализовали не до конца, то ли еще не реализовали. Это, например, супер замедленная съемка. Смартфон снимает видео. Задумайтесь. В 7600 кадров в секунду. Есть еще дополнительные штуки, допустим, съемки видео под водой. Я не знаю, как это реализовать, потому что ну где я буду плавать? В ванной у себя? Но, честно говоря, видно, что возможности у камеры много и осталось только их вот вылезать. По части связи у смартфона полный порядок. Поддерживаются две сим-карты или одну симку можно принять на карту памяти формата Nano SD. Найти их сложновато. В России это стоит учесть, но стройной памяти много. Поддерживаются Wi-Fi 2.4 Гц, Wi-Fi 5 Гц, Wi-Fi 6 Plus поддерживается. Важный нюанс для тех, кто будет вдруг покупать где-нибудь роутер. Кстати, в магазине Q.ru еще продается роутер. NFC здесь есть, но еще раз напоминаю, что оплата через Google Pay здесь не работает. Придется кое-как придумать другие способы. Например, наплачивать через встроенное приложение или какое-то другое приложение для оплаты использовать. По части прошивки здесь все хорошо. По крайней мере, именно с точки зрения функционала самой прошивки. Работает на Android 10 версии, оболочка Emotion UI 10 также версии. Постоянно выходит обновление сейчас. Ну, не так прям часто, но выходит, надо признать. И вот прям сейчас я, кстати, систему обновления. Вот захожу в обновление ПО, новая версия, журнал изменения. Обновление повышает качество фото в высоком разрешении, оптимизация функции, стабилизация камеры и повышение качества записи видео, экран. Прошивка у меня вопросов нету. Есть управление жестами, есть темные темы, есть дополнительные профили по безопасности, защита зрения. Ну, то есть, как бы, функционал всех современных оболочек, он примерно одинаков и здесь, в Huawei, он точно не отстает. Итог, подводя по поводу Huawei P40 Pro, хочу сказать, что изначально смартфон меня однозначно, могу сказать, разочаровал именно ожиданиями от камеры. Ну, вот хорошо, что у нас появилась возможность снять этот обзор через пару недель, потому что смартфон действительно стал снимать лучше. Я думаю, дальше он будет только вылизывать. При этом он остается влагозащищенным, с хорошим дисплеем, с прекрасной, отличной производительностью, отличным показателем по зарядке и автономности. Да, здесь нет стерео. Ну, вот, как бы, это придраться надо объективно. Но, в остальном, смартфон потенциально хорош. Крепко подумайте, конечно, если ничего не боитесь, если хотите, Huawei готовы подождать месяцок-другой на вылизывание камеры, посмотрите и купите. Если не готовы, то спокойно, совершенно могу посоветовать Huawei P30 Pro, если еще где-то есть в продаже, или Honor View 30 Pro, который, опять же, без Google сервисов, то же самое, но без AMOLED дисплея, без влагозащиты, много чего без, да. В общем, ссылки на покупку этого смартфона будут под этим видео. Останутся вопросы, комментарии, всех жду в комментариях к этому видео. На этом с вами прощаюсь. Андрей, Юг.ру. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова